Если раньше собственники частных домов сами решали, каким будет адресный указатель и куда его побесить, то сейчас самостоятельный дизайнерский подход неуместен. Табличка с номером дома и улицы, согласно новым правилам, должна быть в едином городском стиле. Адресная табличка могла быть неустановленного размера, либо цвета фона. В настоящее время все строго регламентировано. Регламентирован размер, цвет фона, шрифт, его цвет, его тип. То есть отклонение от данных требований, оно влечет административную ответственность. На многоквартирных домах указатель вешают на фасад здания. В частных домах их крепят на забор. А собственники должны снять прежнюю табличку и обеспечить доступ специалистов для размещения новой. Ее бесплатно сделает и установит подрядная организация. Некоторые выходят и прямо откровенно говорят, что нам не нужна такая табличка. Вот у нас либо есть своя, либо просто не трогайте мой забор. Но мы пытаемся объяснять, что в рамках правил благоустройства, опять же, все таблички должны быть единообразными. И если даже на сегодняшний день собственник отказывается от той бесплатной, повторюсь, именно бесплатной таблички, которую ему предлагает установить муниципалитет, то в ближайшее время, так или иначе, ему придется эту табличку установить, но уже за свой счет. Адресные таблички устанавливают за счет средств администрации города. Исключения составляют частные дома, расположенные на садовом и приусадебном участке. Также заменить указатели за свой счет должны собственники торговых и промышленных объектов. За нарушение требований к внешнему виду и установки адресных указателей кодексом Тюменской области об административной ответственности предусмотрена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 3 тысяч, на должностных лиц от 5 тысяч до 25 тысяч, на юридических лиц от 10 до 30 тысяч рублей. Сейчас работа по замене адресных табличек ведется как в Нагорной части, так и Нижнем Посаде. Уже обновлены указатели на домах туристического маршрута и на главных улицах подгорной части Тобольска. Елена Макова, Рустам Рузеев, Тобольское время.